Здравствуйте! Вы смотрите наши новости на телеканале ИТВ. Начинаем эту неделю вместе и прямо сейчас к самым важным событиям. Ремонтировать дороги можно и нужно быстрее. Подрядчики, занимающиеся работой, должны подумать, как ускориться, а администрация предоставит план оптимизации процесса. Все сотрудники находятся на объектах, которые строятся. К вечеру, каждый вечер до пятницы будут подводиться результаты. Предотвратить инсульт реально. В Симферополе прошла оздоровительная акция «Прогулка с врачом». К столицу приехали кардиологи Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Мой призыв – минимизировать риски возникновения прогрессивного заболевания тем, что мы должны заниматься в том числе и профилактикой. Ирина Кивико после назначения на пост вице-премьера сохранит за собой должность министра финансов, заявил на очередном заседании крымского совмина Сергей Аксенов. Минфин представил проект бюджета на три года, который был одобрен в правительстве. Впрочем, не у всех все в порядке. Так, подрядные организации, занимающиеся ремонтом дорог в Симферополе, должны отчитаться о проделанной работе. А администрация столицы представит план оптимизации процесса. Не только жители и гостей Симферополя беспокоит проблема заторов на столичных улицах. Обратили пристальное внимание на ситуацию в крымском правительстве. По мнению главы республики, на объектах, где ведутся ремонтные работы, усугубившие пробки, не хватает людей, на должном уровне неорганизована схема объездов. Не устраивает власть и периодичность уборки мусора. Теперь на всех улицах и точках будет проводиться постоянный мониторинг. Его результат – отчет ответственных ведомств составят в конце недели. Только тогда в Совмине сделают окончательный вывод и составят представление о причинах. Все сотрудники находятся на объектах, которые строятся. К вечеру, каждый вечер до пятницы будут подводиться результаты этой работы. Соответственно, сделан анализ, что мешает своевременно выполнить эти работы в соответствующие сроки. Как ведут себя подрядчики, обеспечивают ли должное количество людей и техники на объектах. Правильно ли были составлены планы и так далее. Своё видение ситуации, а главное средство от проблемы должны предоставить и в администрации Симферополя. Глава республики Сергей Аксенов призвал городскую власть составить план оптимизации всех процессов. По итогам заседания стало известно, что Ирина Кивико после назначения на должность вице-премьера сохранит за собой и управление Министерством финансов. 29 октября Минфином был представлен проект бюджета республики на ближайшие три года. Представляя основные параметры проекта республиканского бюджета, отмечу, что в следующем году правительство Крыма с учетом поставленных президентом задач планирует реализовывать региональную бюджетную политику, направленную на обеспечение стабилизации внутренних экономических показателей, внедрение новых стандартов качества жизни в сферах социально значимых для населения, реализации мероприятий инновационного развития и модернизации отраслей реального сектора экономики, сельского хозяйства, промышленности, инфраструктуры и энергетики, сбалансированного регионального развития и совершенствования прозрачности и открытости бюджетного процесса. Доходы республиканской казны в следующем году составят 187 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2020-м 182 миллиарда и 600 миллионов. По данным министра, расходы бюджета будут сопоставимы с доходами. Правительство оформило проект. Теперь слово за Минфином России, куда он будет направлен в начале следующего месяца. Просто мы должны до 1 ноября, то есть, рамочный подготовить проект, то есть, отправить его в Москву, в Министерство финансов Российской Федерации. Поэтому мы уже из этого исходили. А уже по, ну, к сожалению, у нас совещание просто было сорвано из-за трагических событий в Керчи. То есть, поэтому, наверное, уже мы эти параметры бы определили. Поэтому прошу до 6 числа все эти предложения с Минфином нашим выверить полностью, без исключения. Соответственно, будем просить правительство Российской Федерации поддержать нас по ряду направлений. Также по итогам заседания Совета Министров стала известна окончательная позиция власти по заводу «Титан». Так, Сергей Аксенов не исключает возможности национализации предприятия, однако, лишь как исключительную меру. В случае повторения сбоев в его работе в отношении частной собственности национализация на территории республики применяться не будет, подчеркнул ее глава. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Теперь бесхозное имущество может стать собственностью республики. Об этом стало известно в ходе заседания Комитета Государственного Совета Крыма по имущественным и земельным отношениям. Соответствующее постановление прошло рассмотрение в парламенте. Бесхозные дороги, инженерные сети, искусственные пруды и многие другие объекты, расположенные на крымской территории, могут быть приравнены к республиканской собственности. Для этого такое имущество необходимо внести в специальный реестр. После включения процесс оформления проходит по упрощенной системе, что позволяет решить проблему ничейных дорог и других элементов инфраструктуры. Такое решение удалось принять только после длительного обсуждения в Министерстве и Комитете имущественных и земельных отношений Крыма. Регулярная работа представителей комитетов в перечисленных советах и комиссиях обеспечивает тесную и непосредственную взаимосвязь исполнительной власти и позволяет не только быстро выявлять возникающие проблемы в правовом поле республики, но и оперативно на это реагировать. Среди вопросов, которые удается решать благодаря оперативной работе комитета, судьба Керченского металлургического завода. Сложность заключается в том, что он работает на базе сразу двух предприятий, имущество которых пока не выкуплено полностью. Благодаря решении имущественных вопросов властям удалось повысить рентабельность предприятия и сделать его работу стабильной. Однако проблема все еще и есть в силу того, что слияние пока не окончено. А значит, нужны дополнительные средства для завершения всех процессов. На это необходимо полмиллиарда рублей. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Ремонт в Керченском политехническом колледже, в котором произошла жуткая трагедия, почти две недели назад, может начаться уже сегодня. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов. В первую очередь, перед началом работ специалистам необходимо детально оценить состояние несущих конструкций, которые могли пострадать после взрыва. В случае повреждений их нужно будет реконструировать. Однако, по предварительным данным, они уцелели. Затем рабочие займутся капитальным ремонтом учебного заведения. В результате техническое состояние колледжа должно быть лучше, чем до трагических событий. Напомним, 17 октября один из студентов политеха устроил бойню, не унеся вместе с собой жизни 20 человек. После этого в Крыму был объявлен трехдневный траур. Студенты вернулись в аудиторию уже 23 октября. Кардиологи Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева провели в Симферополе оздоровительную акцию «Прогулка с врачом». Приурочили ее к Всемирному дню борьбы с инсультом, который ежегодно отмечается 29 октября. Как распознать симптомы коварного недуга и уменьшить риск его возникновения, узнавали наши корреспонденты. Ежегодно во всем мире регистрируют около 6 миллионов инсультов. Из них в России более 450 тысяч. В Крыму с 2016 года количество смертей от инсультов и инфарктов стремительно снижается, константируют врачи. Несмотря на это, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в республике в полтора раза превышает общероссийские показатели. За год на полуострове происходит порядка 5 тысяч инсультов. Большая часть случаев заканчивается инвалидностью пациентов. Однако предотвратить инсульт все же возможно. И именно на это обращают внимание ведущие специалисты нашей страны. Мой призыв – минимизировать риски возникновения прогрессивного заболевания тем, что мы должны заниматься в том числе и профилактикой. Самое простое – ходьба. То есть ежедневная физическая нагрузка в течение 45 минут одного часа. Что это значит? Ходьба на свежем воздухе ровным темпом, без ускорения, 5 дней в неделю. Мне кажется, что это несложно. Это нормальный режим питания. Это контроль уровня артериальной гипертензии, если такое уже произошло. И отказ ответных привычек. Ежедневные физические нагрузки, среди которых врачи отмечают ходьбу, самый простой способ предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Прогулка с врачом – международное движение, ориентированное на популяризацию ходьбы как наиболее эффективного и доступного способа профилактики болезни сердца. В России движение начало работу в 2008 году. Спустя 10 лет крымчане также смогли присоединиться к оздоровительному движению и прогуляться с врачом из Москвы по крымской столице. И, как правило, люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, тоже достаточно пожилые люди. И поэтому мы предлагаем им просто ходьбу. Обычную ходьбу в умеренном темпе, но примерно 30-40 минут в день. Такой способ физических упражнений позволяет в три раза уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, продлить на 7 лет продолжительность жизни и уменьшить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний практически в 7 раз. В рамках акции крымчане смогли получить бесплатную консультацию специалистов Главного кардиохирургического центра России и измерить жизненно важные показатели организма на суперсовременном оборудовании. Я пришел, чтобы узнать, что такое вообще от сердца. Я все еще пока никогда не болел, вот сейчас заболел. Сейчас вот проверил свою кардиограмму, довольно-таки удобно и показатели, которые меня сейчас уже устраивают. Независимо от наличия медицинского образования, симптомы инсульта необходимо знать всем. В первую очередь это онемение участков тела, головная боль, двоение в глазах и другие нарушения зрения, двигательные и чувствительные расстройства. При возникновении инсульта у врачей есть три золотых часа, чтобы спасти больного. И, конечно, очень важно не допустить инсульт и вовремя заняться его профилактикой. Мария Моссур, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Мы переходим ко второй части выпуска. Смотрите далее. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи отмечает 100-летие. В Центральном музее Тавриды открылась выставка. Это не просто гимн, это для нас сегодня сигнал к началу празднований 100-летия комсомола. Погони за признанием. В Симферополе отобрали состав сборной по кикбоксингу для участия в чемпионате России. 4 ноября выезжаем. Сейчас после республики день-два отдыха. И дальше поддерживаем просто форму. Определиться с будущей профессией нужно как можно раньше. Задача современной молодежи. Выпускники еще могут изменить свой выбор в 11 классе, пока не заявили предметы на ЕГЭ. Рассмотреть варианты высших учебных заведений и специальностей помогают дни открытых дверей в вузах, где студенты и преподаватели рассказывают об особенностях учебы. Один из таких прошел в Крымском университете культуры, искусств и туризма. С каждым годом в России все более популярными становятся творческие профессии, где человеческий гений никто не ограничивает. Художественно-изобразительное искусство, музыка, театр, кино, туризм направлений в этой сфере масса. Каждому человеку с творческой душой найдется место, подходящее его талантам и навыкам. Помочь молодежи определиться решили в Крымском университете культуры, искусств и туризма. Гостям рассказывали о том, чему предстоит учиться будущим студентам. Специальность туризм в Крыму – это одна из самых приоритетных, наверное, самых интересных специальностей, которые можно предложить в нашем городе, в Симферополе. Почему наш вуз? Ну, во-первых, все-таки университет культуры, а туризм неразрывно связан именно с культурным потенциалом. А культурный потенциал нашего полуострова очень обширен. Огромное количество памятников, достопримечательностей, интереснейших объектов, которые нужно правильно представить и правильно рассказать нашим потенциальным туристам. Учитывая, что с начала года в Крым приехало больше 6 миллионов человек, в туристическом потенциале республики сомневаться не приходится. Чтобы оказать гостям достойный прием и помочь им в хорошем отдыхе, нужны грамотные специалисты. Именно их и готовят в Кукиете. Однако ни одной туристической сферой живет университет, ведь студентов обучают и другим специальностям. Например, хореография, театральное искусство и вокальные дисциплины. Для тех, кто заинтересован в этом направлении, провели мастер-классы. Попробуй. Давай, на верх три нотки, вниз три нотки. Сомневаться в качестве предоставляемых знаний и умений не приходится, ведь преподавательский состав не только учит студентов, но и сам постоянно занимается самообразованием и изучением новых технологий. Это позволяет не отставать от модных в современной культуре течений. Большим плюсом для студентов является и тот факт, что преподаватели молоды. Благодаря этому процесс обучения проходит в дружеской обстановке людей, которые заинтересованы в одной цели – развитии культуры Крыма. Никита Егоров, Служба новостей и ТВ. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи отмечает 100-летний юбилей. В честь праздника в Центральном музее Таврида открылась выставка «Комсомольская юность эпохи». Страница истории комсомола Крыма, на которой представлено более 250 уникальных экспонатов о крупнейших комсомольских стройках, в которых принимали участие крымчане. Далее в сюжете. Февральская революция 1917 года способствовала увеличению молодежных организаций рабочих. Решение объединить их в общероссийскую с Единым центром, работающей под руководством Коммунистической партии большевиков, было принято 29 октября 1918 года на Первом Всероссийском съезде Союзов рабочей и крестьянской молодежи. За 73 года существования в ЛКСМ через ряды этой организации прошло более 160 миллионов юношей и девушек всех наций и народностей Советского Союза. Знаменитый комсомольский билет появился годом позже. Под знаменем комсомола прошла целая эпоха нашей страны. Комсомол – это патриотизм, это грандиозные стройки, это славный путь, это полученные с честью награды, как боевые, так и трудовые. Состоять в этой уникальной комсомольской организации в свое время было честью для любого молодого человека великой нашей страны, тогда под названием Советский Союз. В ЛКСМ воспитывала в людях любовь к родине и профессии, формировала организационные и управленческие навыки. Комсомольцы Крыма активно участвовали в социально-экономическом развитии полуострова. Ударной комсомольской стройкой было сооружение Северокымского канала. Решение о самороспуске Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи было принято на 22-м чрезвычайном съезде в ЛКСМ в 1991 году. «Столько громких было дел у нас в Крыму. Это студенческие строительные отряды, которые были на объектах, свинарники, теплицы. Все это, кстати, до развала Союза так и было. Байкало-Мужская магистраль. Мы провожали первый отряд туда». Выставка в Центральном музее Тавриды, посвященная 100-летию в ЛКСМ, рассчитана на посетителей разного возраста. Для молодежи это в первую очередь история и подвиги. Для людей старшего поколения – воспоминания об ушедшей юности. Экспозиция отражает основные этапы самой многочисленной молодежной организации Советского Союза. Роль комсомола – восстановление народного хозяйства. Комсомольцы Крыма в годы первых пятилеток в Великой Отечественной войне. «Она любопытна еще и тем, что впервые из фондов музея здесь попали вещи, которые редко выставляются. Подлинные вещи, например, кожанка времен гражданской войны, буденовка, уникальные документы, коллекция комсомольских значков. Ну и, конечно, у всех на слуху БАМ. А знаете ли вы, что именно комсомольцы Крыма участвовали в строительстве БАМа? И у нас в экспозиции есть рельс, вот, часть рельса». В Советском Союзе комсомольцам можно было отличить по значку, который носили на школьной форме. Чтобы вступить в ряды молодежной организации, нужно было сдать экзамен по истории комсомола и рассказать о своей жизненной позиции. События вековой давности, когда рождались большие комсомольские стройки, а руками молодого поколения возводились города, остались в прошлом. Теперь это история. Мария Моссур, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Более сотни спортсменов со всего Крыма, а также из Сочи, Новороссийска и других городов выступили в чемпионате и первенстве республики по кикбоксингу. Ставки высоки, ведь по итогам соревнований тренеры выбрали сборную для участия в аналогичных турнирах, только уже всероссийского масштаба. Уступать не хотел никто, а на ринге было не по-октябрьски жарко. Как претенденты выбивали путевки силой рук и ног, видели наши журналисты. Высочайшая конкуренция уже на крымском ринге. Периметр его раскален, ведь на кону путевки в сборную. Более сотни местных участников, а есть еще и гости. Спортсмены из Новороссийска и Сочи, правда, выступают вне зачета в режиме тренировки повышенной ответственности. Ребята из Сочи приехали просто получить опыт, обменяться опытом, можно сказать, с нашими спортсменами, но также его передать нам. Это очень приятно, что к нам приезжают на чемпионат Крыма из других регионов. Почти наверняка поедет на чемпионат России Алексей Грутков. Главные его конкуренты выступают не здесь, а на материке. Крымский спортсмен уже сборника на последнем всероссийском соревновании взял серебро. К своей цели очередной награде парень идет семимильными шагами. Квалификационный бой он выиграл единогласным решением судей. Борьба проходит во всех ринговых дисциплинах. Традиционно самое зрелищное в разделе «Фулл Контакт». Однако самая серьезная конкуренция разворачивается в других. Сейчас самая большая конкуренция – это в разделе «Лайт Контакт». Он наиболее масштабный на этих соревнованиях. Там весовые категории очень большие. Спортсменам приходится провести отборочных по 4-5 боев. Но и отбор проходит очень серьезный. Подготовка не только к чемпионату России, но и к другим соревнованиям проходит полным ходом даже вне официального ринга. В эти дни на базе «Скиф» в Симферополе спортсмены тренируются не щадя кулаков и ног дважды в день. Вскоре в Омске пройдут соревнования среди взрослых и детей с присвоением звания мастер спорта. Традиционно крымчане в числе фаворитов. 4 ноября выезжаем. Сейчас после республики день-два отдыха. И дальше поддерживаем просто форму. Еще подбиваем, но рассчитываем, что призовые места будут как у взрослых, так и у детей. Ну а за очередной шанс стать первым номером уже не Крыма, а России спортсмены будут конкурировать после Нового года, пройдя предварительно все этапы тренировочной работы. Чемпионат и первенство страны пройдут весной. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. А следующая информация для автолюбителей. В связи с проведением работ на улице Объездная в столице будет запрещено движение транспортных средств на участке от улицы Южная до улицы Севастопольская с 6 утра 30 октября до 18.00. 31 октября. Администрация Крымской столицы просит учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу. Таковы события сегодняшнего дня. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на ИТВ. Я прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова